Всем привет! Страсти отборочного этапа на киевский мейджор стихли, и мы можем сполна насладиться его послевкусием. Давайте же узнаем, чем жила киперспортивная дота на прошедшей неделе. По итогам квалификации наши зрители определили лучшую смену аналитиков и лучший комментаторский тандем. Вилат, к тому же, оказался еще и неплохим прогнозистом, угадав почти всех победителей квалификации. Испортили идеальный мейджор только Team MP. Простроился и сам Энви, признав, что не справился с высоким уровнем соперника. На Реддите этот твит сочли многозначным. Его тиммейт 1437, он же Роуз, он же, судя по всему, Deep Purple, снял розовые очки и увидел мир в другом, более мрачном свете. Хатбит тоже негодует, что на киевском мейджоре мы не увидим, как Энви и Пупей пожимают друг другу руки. Участь MP постигла и комплексити. Свиндлс решил поиграть в Пупея и законтрить Мипо в исполнении Аббода. Забыл, наверное, как тот же Аббод на том же Мипо выбил их на прошлом The International. Так или иначе, но именно Team Onyx мы увидим это весной в Киеве. Был ли Бульба настолько хорош или это все волшебство, которое нам могло не понять? Как подметил Матумба, мейджор без Бульбы не мейджор, а PPD уже представляет, во что превратится автопати, если там будет Мэйсон. Сам Мэйсон в ответ на твит от его дружания Артизи возмутился. Где же был этот твит, когда тебя спрашивали, кто выиграл эти квалы? Артур ответил – в своем стиле. Хатбит, о котором мы уже вспоминали и удивлялся, как эта команда с Бульбой, Демоном и Мэйсоном отобралась на мейджор и не дисбангнулась. Тем не менее, эта троица уже пакует чемоданы в Киев, а вот для их филиппинского тиммейта, как и для всей команды TNC, квалификации еще продолжаются. На очереди серьезная встреча с украинским посольством, а это куда сложнее, чем победить в Доту. Квалификации подарили бурю искренних эмоций. Вот как радуются победе Team Onyx. Для бразильцев SG путевка на мейджор уж точно стала самым значимым моментом в их киберспортивной карьере. Пупей отпраздновал относительно сдержанно, без разбитых мониторов. А вот как радовался Матумба о признании Мидвана. К обсуждению подключились даже твиттергайя Ньюби и Империи. Тем не менее, в Киеве все еще ждут NaVi и Альянс в гранд-финале, в понедельник, ну или хотя бы на шоу-матче. Еще как вариант All-Stars, точнее 9k All-Stars Match, тем более, что из присутствующих на мейджоре как раз наберется две команды. Еще в последний день квалификации зрители увидели тизер долгожданного эпицентра. Ради билета люди готовы практически на все. Носить воду, подгонять котиков прямиком в номера игроков. Хвост наконец-таки добрал свою четверку, с которой уже успел сыграть в Кубке Москвы. После анонса состава незамедлительно последовал парад твитов от экспертов по трансферам. Продолжая тему переходов, стоит упомянуть про Мушу, который возглавит новую эру минесок. Нианжи, конечно, но тоже ничего. Ну и на десерт несколько интересностей на тему крупнейшего лана этого месяца – Dota Asia Championship. OG уже прибыли в Китай и порадовали парой фотографий. Здесь они на фанатской встрече, а здесь Fly как настоящий саппорт приделывают хвост No-Tail. Твиттер Гай и команд участниц уже начинают подогревать интерес до старта, пытаясь заовнить друг друга. Кстати, не забудьте поддержать наших парней в интерактивном компендиуме. Сам турнир стартует 27 марта и продлится целую неделю. На протяжении всех семи дней для вас будет работать дружная команда Рухаба. Все с нетерпением ждут старта, чтобы сыграть, откомментировать или посмотреть турнир, если случится интернет. А чего вы ждете от этого турнира? Пишите свои варианты в комментариях под этим видео. Не забывайте подписываться на канал, а если поставите лайк и увеличите шансы на победу в следующей катке. Пока-пока!